Заседание Гродненского городского исполнительного комитета началось с доклада начальника отдела образования Сергея Ломека. В своем выступлении он говорил о реорганизации государственных учреждений образования. Такая процедура проводится с целью оптимизировать сеть учреждений образования. С одной стороны, она направлена на объединение усилий педагогических коллективов и повышение качества образовательных процессов. С другой, на рациональное и оптимальное использование бюджетных средств. В соответствии с предлагаемым проектом решения предлагается присоединить вспомогательную школу номер 2, вспомогательную школу номер 1, вечернюю школу номер 1, среднюю школу номер 2, яслик города Гродно, дошкольному учреждению номер 62 и Центр технического творчества детей и молодежи города Гродно к Центру творчества детей и молодежи «Спектр» города Гродно. Объединением вспомогательных школ прогнозируют годовую экономию расхода бюджета. Что касается учащихся, проблем с переводом в реорганизуемое учреждение образования не возникнет. Как отметил председатель Гродненского горосполкома Андрей Худык, на первое место нужно ставить интересы человека. В данном случае речь идет об учащихся и школьниках. Мы должны предлагать различные объединения, присоединения, реорганизации с улучшением, а не ухудшением условий работы как педагогов, так и нахождения детей. Поэтому я бы хотел услышать от вас полную схему, последовательную схему, присоединения, объединения, высвобождения, применения в дальнейшем этих зданий, сооружений. Нужно принять решение, как будут использованы эти здания. Ведь недвижимость не должна пустовать. Тем более, если речь идет об объектах в центре города. Нерешенными остались также вопросы присоединения вечерней школы номер один к средней школе номер два и объединения центров творчества. Андрей Худык дал указание в установленный срок, а это целая неделя, изучить, как в этих образовательных учреждениях оказывают услуги населению. И что нужно сделать по улучшению их качества, если это необходимо. Не меньше внимания уделили вопросу процедуры ликвидации юридических лиц из единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Начальник управления экономики Ольга Сабад за своем выступлении отметила, что за последние три месяца предпринимательская деятельность сократилась на 82 юрлица. На вопрос, сколько же предпринимателей за этот период зарегистрировали свой бизнес, Андрей Худык ответ так и не услышал. А для того, чтобы была видна динамика, нужно знать точные цифры. Я как-то встречаю цифры, которые меня настораживают, потому что все-таки время, наверное, раньше было, когда они росли, как бы все эти ИП, юрлица и так далее. До бесконечности это происходить не может, естественно. Но что-то в последнее время у меня такие цифры попадают, что все-таки у нас сегодня или стояние, или уменьшение уже ликвидируется. Поэтому угадайте мне точно цифры по полугодию, сколько у нас зарегистрировано, сколько у нас их ликвидировано. Если предприятие не работает, то причина ликвидации очевидна. А вот с другими основаниями для прекращения деятельности малого бизнеса нужно разобраться более детально. Всего в повестку дня было включено 12 пунктов. Были рассмотрены вопросы об утверждении уставов государственных учреждений здравоохранения, о финансовой поддержке молодых и многодетных семей. По всем вопросам были приняты соответствующие решения. Евгения Филиппова, Анатолий Бояренцев, Новости Гродно+.